Из 70 проектов, поданных АТОСов и инициативных групп граждан Владивостока, отбор прошли 65. Все проекты в этом году будут реализованы. Одним из победителей стала улица Часовитина. Благоустройство свершилось благодаря созданным территориальным общественным самоуправлением. Инициативная жительница Галина Михайловна рассказывает, что уже сделано и какие еще проекты реализуются в этом году с помощью гранта. Мы решили, вот все это пространство, которое у нас такое большое, оно достаточно удобное для детей, для занятий спортом, чтобы дети были заняты, потому что детей во дворе очень-очень много. Все-таки три дома, детки разного возраста, и маленькие, и подростки, и взрослые здесь занимаются на этих тренажерах, не только вот дети. Ну вот у нас было пространство между этими площадками двумя, которые мы не использовали, нам недостаточно было средств по программе «Тысячедворовый», и мы решили воспользоваться этим моментом. Установили тренажеры и оградили вот эту площадку для безопасности маленьких детей. В этом году мы сейчас ждем, мы победили в следующем гранте, и ждем вот уже вот-вот оборудование для оформления площадки, которое будет у нас дальше за спортивным комплексом, там еще теперь будем устанавливать для детей в возрасте от 8 до 14 лет, так называемый воркаут этот спортивный. Дорогу на улице Монтажная сделали в результате ТОС. На этом жители не планируют останавливаться. В этом году воплотится в жизнь новая идея – устройство спорткомплекса «Молодежный», которого так не хватает местным жителям. Помогли городские власти, сделали нам дорогу красивую, как вы видите, хорошую, вот мы надеемся еще много лет пользоваться. Нам сделали водоразделы, которые помогают сохранить дорогу от вод после дождя. Мы в этом году создали ТОС Монтажная, и в этом году мы, конечно, хотели сделать следующий участок дороги, но это очень большой бюджет. Мы решили начать с малого. Мы выиграли грант на строительство площадки «Молодежная». Это вот у нас здесь, видите, детская площадка для маленьких детей, там есть тренажеры для подростков, а мы хотим создать вот именно спортивный комплекс от подростков и выше до самого преклонного возраста, чтобы каждый житель наших домов вышел в свободное время, позанимался, был в хорошей форме. Ну, я надеюсь, что это сдужит наших жителей. Отметим, уже прошли форумы общественников «Живем в Приморье. Решаем вместе». 23 мая и 7 июля во Владивостоке, 12 июля межрайонный форум в Уссурийске при участии губернатора края. Форумы объединили представителей ТОС, активистов со всего Приморского края. Более 300 проектов ТОС признали победителями в краевом конкурсе грантов в этом году. «Общественников, кто неравнолушен к судьбе своего города, своего поселка, своего двора, это те люди, кто своими руками желает сделать наш край лучше. Потому что из маленьких дворов создается хороший квартал, из квартала создается хороший населенный пункт, из населенного пункта создается край. И в целом мы видим улучшение комфорта для молодежи, для взрослых. Все это мы сейчас все больше и больше перекладываем непосредственно в руки самих жителей. Потому что никому, кроме вас, неизвестно лучше, что необходимо сделать в своем дворе». Напомним, в Приморье заработал Центр гражданских инициатив. Центр позволяет жителям понять, под какую программу они попадают, и как получить поддержку государства для реализации своих идей. Кроме того, в Центре помогут подготовить заявку на грант и проект по благоустройству. Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.